Продолжение следует... Президент Российской Лиги Муаэйдрай, Сергей Иванович Заяцников, Москва. Встречаем все... Напомню, у нас трансферы НТВ «Плюспорт» и популярен еще и в три недели. Сегодня замечательные представители Белорусской школы, Махачкалинской школы, Ростовской и Омска. Будет выяснять отношения по правилам Муаэйдрай, 5 раундов в профессиональном бою. А здесь, в культуре, развлекательно. Пробуду турнира, напомню, встречает российские лиги Муаэйдрай, Сергей Иванович Заяцников. От волнения забыл и все-таки скажу. 16 ноября мы планируем ответный матч «Реванш России-Таиланд». Тот самый таец Рабхай Бутси, который понравился нам в октябре, приедет, будет драться с Артуром Шархалом по кличке «Джигит». И будут еще драться таецы. А на 21 декабря мы планируем супер-гала. Такого еще не было в России. Предварительная договоренность есть. Приедет 100-килограммовый гигант из Швеции. Один из тех, кто очень известен и в К1. И Йорген Крут, есть такой боксер, Стокгольма. Он будет боксировать с одним из гигантов, либо России, либо Белоруссии. Об этом чуть позже. А второй приедет. Вокси 40 профессиональных боев. Довести бы еще планируется в будущее. Кроме, я у нас ничего. Я думаю, что как сказал бы Сергей Иванович Заяцников, пусть победит сильнейший. Тогда мы продолжаем. Я думаю, что сегодня бой должен быть. Президент российской лекарства Альтайсин, я его отмечаю. Также представляю вам комиссара матча. Андрей Анатольевич Засенко, главный тренер Московской области. Иградский тайского бокса. Русланов, боковой судья. Сергей Иванович Заяцников, главный тренер Московской области. Иградский голос Ринга приглашается Сергей Шиш. Я приглашаю вам, как говорят, из этого замечательного города Злобина. Посмотрим, на что он способен. Итак, красного ринга Сергей Шиш. Желодец Силарусь. Приважается Эльбрус. Колодных чуваков. Ростов. Итак, на боковая весовая категория 163. И на улыбке Эльбрус. Колодных чуваков. Ростов. 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 Продолжение следует... 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 Готово! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вода! Вот он! Выдеши, выдеши. Выдеши, Выд운, Выдорни! Вода! Вода, водай! Вода! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Актеры готовы! 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 Спортсмены и куда не уходят! Музография на память! Просьба вас! Актеры готовы! Актеры готовы! Виталий, у вас победа, расскажите о том, что сегодняшний бой был не из легких, можно сказать, и на скорую победу, на быструю я не рассчитывал, так у меня получилось, то, что удалось разобраться только на четвертом раунду, что к чему. Так, в общем-то, соперник был достойный и, в общем, от боя, что называется, я получил удовольствие самого боя. А в чем различия между российской и белорусской школой? Ну, различия... Принципиальные есть? Принципиальные? Ну, принципиальные различия есть, конечно, но о них говорить как-то не знаю. Ну, российская школа, на более, все-таки, где-то больше кикбоксинга, именно в технике, в манере ведения боя. А в Беларуси, в основном, как бы, мы стараемся отталкиваться от тайской школы ведения боя, но все-таки различия, они даже есть, как у всех школ по Беларуси и в России. То есть, это не конкретное различие между школами Беларуси и России, а различие между уже, как бы, тренерами, клубами, там, кто, как, манерой преподавания. То есть, как бы, так вот, я считаю. С российскими бойцами, боксерами у вас перевес? Ну, пока приходилось встречаться, пока было игры. Понятно. А когда смогли почувствовать, что сможете победить? Ну, в принципе, наверное, в раунде, где-то в втором, я уже чувствовал, что нужно найти, нужно найти только момент, не знал, когда именно. Вот ждал, нашел, вот так получилось, по счастливой случайности, что нашел в четвертом раунде. Мог бы найти раньше, мог бы позже. Получилось именно так. Понятно. Какие увлечения у вас есть, помимо тестового масса? Ну, увлечения масса, но, как бы, одно из основных, чему отдаю свободное время, это я играю в группе на гитаре. Вот, и отдаю этому все свое свободное время. Стараемся выступать, давать какие-то концерты. Записи пока не было. И, возможно, вот скоро тоже будем играть по городам Беларуси. И даже 31 числа мы едем в Гродно играть. Какое направление? Стритпанк. Да нет. Ну, ждем альбома. С победой вас. Спасибо. Ну, вам такой же вопрос, в чем различие между белорусской и российской? Такое принципиальное, что-то есть? Каждый тренер тренирует по-своему, по-своему. А вы тренируете всего одного тренера? Вместе с старым. А? С кем? Нет, ну, да-да. Разные. 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 Он из города Минзик, а он из города Теренера. У нас два разных тренера. Понятно. Когда славы почувствуете, что вы можете победить? Не знаю, когда первый раз попал. В третьем раунде почувствовал. То есть до этого бой был более-менее ранен, да? А как вам собирают? Он уже выступал, но я сегодня однократно. Сильный. Сильный. Повезло. Маленькие увлечения, по-моему. Все, что вы любите, все. Все, даете или? Планы успехов. Спасибо. И, конечно же, я еще раз говорю, на столах у каждого из вас, уважаемые зрители, лежат DVD с записью... Певого раунда. Ну, а кто будет улыбаться в российских боях, мы с вами посмотрим буквально через несколько минут. Это бои по правилам муай-тай в Москве. Профессиональное правило. Только в основном боксеры русскоязычные. Так, ныне принято называть. Вот белорусы Сергей Шиш. Я говорю вам, как говорят из этого замечательного города Злобина. Посмотрим, что он способен. Это красного города Сергей Шиш. Злобин. Зеларусь. Все, пошли. Эльбрус Джумаков. Как-то у него вид умирающего лебедя в самом начале поединка. Это неправильно. Чтобы не происходило к другому, нужно быть уверенным, прямым и улыбчивым. Это заповедь Тайс Толбокса, а в общем-то заповедь современного мира и бизнеса. Оба в напряжении до боя. Шиш потому, что побаивается. Он на московском ринге первый раз выступает. А Джумаков потому, что переболел. УРЗ. И не в такой хорошей форме, чтобы показать, выполнить те ожидания, которые возлагает на него московская публика. В общем-то избалованная зрелищами и очень требовательная. Первый и второй раунды боя были по следующему сценарию. В первом раунде Джумаков, понимая, что ему на пять раундов не хватит, как говорят боксеры-дыхалки, бросился и стал осыпать господина Шиша градом ударов. Но удары больше напоминали щелчки. И в конце раунда Шиш понял, что оказывается не так страшен. Коварный, как его молюют. Во втором раунде стал поджимать Шиш и почувствовал слабину в клинче. Джумаков, который не любит работы в клинче, он стал уходить от работы на ближней дистанции. Что нужно Шишу? Он маленький, низкорослый, квадратный, крепко сбитый. Это такие крепыш, гриб-боровичок. Из Злобинских лесов. И здесь у него стала проходить оторопь. Но появилось сомнение и тревога в глазах тренера Шишшабека Зайналбекова, который секундирует, подсказывает Эльбрусу Джумаку. Вот я вам вкратце рассказал предысторию третьего раунда. Ну а здесь мы уже видим, что дело идет к развязке. Еще разница, которую я хотел бы обратить ваше внимание. Как двигаются соперники. Прыгает. На носочках неустойчиво стоит, много сил тратит Эльбрус Джумаков и ходит, из такой термин, спокойно стоит на ногах, на подошве. Поэтому и удары ногами у него получаются более плотные, более сильные. Это заметили те, кто уже неплохо разбираются в профессиональном тайском боксе. До конца раунда остается от 30 секунд. Поджимай, 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 не стоять. Не стоять, поджимай. Это 20 секунд. Эльбрус Джумаков и Сергей Шиш. Вот опять щелчки. Вроде удар есть, он красивый, он забрал много энергии. Но этот удар никого не испугает. Попал в область печени. Сергей Шиш. Отсчитывается нокдаун. Здесь гонка. Спас от нокаута. Вот и займи, центр истории. Давай, истану. Давай, бегай, спустя нам. Не, хорошо. А, голубик. Проиграем. Вы любите, кто? Блажно, обратно. Опыт, что он не остается. Опыт, что он не остается. Мы продолжаем, а из секундантов прошу покинуть ренку. Четвертый раунд бой. Видишь, кураж поймал, Шиш. А вот то, что он не готовился из-за болезни. Готовился, вернее, мало, не восстановился. Эльбрус Джумаков. И то, что нет у него сильного удара. Плюс брешь в клинче. Сейчас работает против него. Туда, туда, встречи. Телера, ой. Хорошо, хорошо. За канаты. Вечер. 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 Нет сильного удара ногой в эльбрусах. И отдает шею. Дает беспрепятственно схватить себя за шею в клинче. И, по сути, выступает в роли груши сразу для ударов коленями. Вот они. Ну, зачем так бить высоко? Зачем? Между локтем и шортами есть полоска, нещеное тело, куда нужно носить удар. А по локтям, по рукам бить, если у тебя, конечно, не бронебойный удар, бессмысленно. Красавец, ломай, ломай, не опускай. Между локтем и шортами. Пробил в область печени. И, в принципе, даже небольшой удар в эту область уже очень болезненный для боксера пропустившего. Доработай, доработай. Ну, это профессионалы. И здесь, конечно, эльбрус, как настоящий мужчина, бьется до конца. Снова удар в печень. Видите, небольшой удар. И сразу острая боль сгибает человека пополам. Те, кто занимались, те знают, что удар в голову не так болезненно переносится боксерам, как удар в печень. Все. Выстрел как мог. Эльбрус, ну, здесь уже невозможно. В любом случае, зрители его уважают и всегда будут готовы видеть на боях. Ну, а Сергей Шиш тоже молодец. Нокаутом одержал победу Сергей Шиш. Я думаю, что фотография на память будет как-никак кстати. Прошу вас подойти сюда, вас тоже ко мне. Ещё один бой. Бой необычный. Виталий Гурков. Виталий Гурков. 169,9 килограмма. Итак, красного голлива Виталий Гурков. 183 сантиметра у Виталия Гуркова. И его вес 66,7 килограмма. Те, кто занимались, поймут, да, о чём я говорю. А вот его соперник. Казус, который произошёл на взвешивании, наверное, стоит раскрыть для вас чуть подробнее. Тагир Магомедов, он метр семьдесят восемь, у него рост на пять сантиметров ниже, чем соперник. Показал на взвешивании 72,5 килограмма. Бой должен быть в весовой категории до 66,7 килограмма. Разница была 5 килограммов. Что делать? Была такая у нас попытка снять бой, но готовились давно. Решили пойти на то, что объявить весовой категории до 69, подогнать вес немножко оппоненту. Но ладно. Эти все тонкости перипетии прошли. Когда вышли боксёры в ринг, то ощущение было наоборот. Вот, что именно Виталий Гурков, который на 5 килограмм легче, выглядит здоровее, чем его соперник, который тяжёлый. Вот посмотрите. Ну, здесь, конечно, не так на телевизионной картинке видно. Часто обманчивое мнение по взвешиванию, по внешним таким признакам, по фактуре. Ладно, давайте вернёмся к бою. Первый раунд. Бросался вперёд Тагир Магомедов. Ну, в общем-то, принято у многих боксёров из Махачкалы попробовать взять соперника на испуг. Бросался, а затем белорус почувствовал, как и в предыдущем бою, слабость неумения работы в клинче. И Виталий Гурков Встал присматриваться. Не идти в размен, а вот цепляться за голову и пробовать атаковать коленями. Стряхни сразу, стряхни. Свободненько. Рука, нога. Свободненько. Стряхни, стряхни. Свободно. Вот то, что вы сейчас видите, характерно как классический рисунок боя этой боксёра против неопытного атлета, не знавшего клинча. Самая грубая ошибка, ну, самая такая простейшая, когда соперник избегает клинча, наклоняя голову и отодвигаясь назад корпусом. То есть даёт пространство для замаха, удара с оттяга коленом. И вот сейчас Тагир Магомедов в полной мере даёт возможность сработать коленом своему оппоненту. Я не знаю, с чем это связано. Как я уже говорил, тяжелее Тагира. Значит, всё-таки с недостатком опыта и с некой самонадеянностью. Что вот я сейчас одним ударом или двумя ударами заставлю человека остановиться, испугаться, а потом добью. Трудно одним-двумя ударами переломить ход поединка в бою с опытным соперником. Мне что ещё поразило? Секундант Тагира Магомедова подсказывал, что бей апперкот, удар снизу кулаком в голову. Я с изумлением смотрел на эти подсказки. Почему? Потому что всё-таки в тайском боксе ударом кулака не так легко повалить на пол соперника. Но мне потом объяснили, почему так секундант подсказывает. Оказывается, он месяца полтора жил в Таиланде и поехал потренироваться для себя. И там проводил бой, выиграл у тайца именно ударом рукой. И у него, видимо, закрепился такой стереотип, что тайца нужно бить рукой. Просто тайца рукой бить не надо. Вставлять можно удар рукой, но начинать с рук это часто тактика гибельная. Держи, держи, держи глубоко. Как раз показали нам отрывок разговора секунданта он тебя боится в клинче. Вот клинче-то я не заметил, что он его боится. Он боится как раз размена. Как и все боксеры, которые проводили большую часть боев по любительским правилам. Ну и я уже постоянно говорю о белорусской школе, что она в первую очередь любительская школа и всекотехничная. То в размен не идет. А в клинче-то ему милое дело. Как рыба в Одессе я чувствует. Виталий Гурков. Вот видели, попытка ударить рукой со стороны более низкорослого Тагира Магомедова заканчивает тем, что тут же это блокирует, вязнет в клинче вон. И Гурков здесь уже набирает очки. Я спросил Гуркова перед боем. Он, наверное, гонщик. С гонщика есть такой термин. Нет, говорит, это мой природный вес. Но мне такое ощущение, что очень много килограммов согнал Виталий перед этим боем. Слабые у него удары. По сути, тонкие руки, тонкие ноги и не опасные движения руками и ногами не привлекут к нему болельщиков, фанов, зрителей. Эта худоба хороша тогда, когда у тебя поставленный жесткий, сильно акцентированный удар. Тогда да, в своем весе ты король. Поймите, я уже говорил и буду говорить. Публика решает все. Чтобы стать кумиром, нужно очень много трудиться не только над техникой, но и над умением подать себя, над манерами, над какими-то эпатажами подчас вещами. Но достаточно один раз проиграть, чтобы потерять доверие публике навсегда. И вот то, что сейчас и Виталий, и Тагир ходят, задыхаясь, с трудом передвигаясь на ногах, это огромный жесткий минус против них. Минус с точки зрения доверия публики. Поддерживаем наших участников. Поддерживаем наших участников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следствии большой скорости и короткого плеча. Именно он сопоставим с ударом мяча и, как правило, приводит к рассечению брови, уха или другой части тела. А победа техническим нокаутом в мае-тай так же почетна, как и победа просто нокаутом и говорит о большой ловкости. Четвертый раунд боя. Еще вот очень сильно мешает ребятам ребятам из Белоруссии на цельность на европейзированный тайбокс. Его еще называют евро-тай. Или, как зло шутят боксеры, кастрированные муай-тай. Удары без локтями. Удары, вернее, евро-тай запрещены локтями. И поэтому вот эта вот стойка у Гуркова, сейчас посмотрите внимательно, он в клинче тут же руки не работает руками для того, чтобы ударить локтем, а просто кладет руки вот так и вымучивает из себя удары коленями. Те, кто опытный, те понимают, нет удара локтем без удара коленом и нет хорошего удара коленом без удара локтем. Но это связано с техникой работы в клинче. Откуда все это идет? Потому что Белоруссия ближе к Европе. Часто выступают по профессиональным правилам в Европе звезды белорусского тайского бокса. А там, я уже говорил, в Европе правило без локтей. Вот смотрят на звезд молодые ребята и учатся именно такой технике. Как я уже говорил, не в полной мере работе в клинче, а такой урезанной варианте. У нас наоборот. Российские боксеры очень мало уделяют работе в клинче. В основном пытаются в клинче зацепиться и прижаться. Ну, только поцеловать останется. Ципом столкни, потом колено. Это называется «Я больше не буду». И это называется «Чтобы больше такого человека не пригласят». В четвертом раунде нокаутом одержал победу Гурков Виталий. Боксерам, которые участвовали в этих боях и боксерам, которые смотрят наши передачи, остается пожелать заниматься работой в клинче основательно. Станислав Попов, город Омск. Братья-близнецы, мы вот видим их сейчас на экране. «Джаватхан Атака» «Джаватхан Атака» «Махачкалы». Разница в три года между боксерами. Я уже говорил, когда мы показывали предыдущие бои близнецов Попов о том, что у нас нет соперников под так быстро растущих юных тяжеловесов. Просто нет тяжей их возраста. И ставим с боксерами, уже взрослыми, как говорят в спорте, с мужиками. юношу с мужиками. «Есть не очень красивые движения под плавную мелодичную музыку, не уступая в этом профессиональным танцорам». Очень быстро растут Поповы. Даже буквально раз в месяц выступают. Видно, как растут. Первый раунд. Станислав Попов в красных трусах, «Джаватхан Атака» в синих. «Руки, руки, руки, подними, руки». «Руки, руки, 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 руки», «дооооооооооооооооооооооооооооуооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Бой, которого многие ждали И зрители, в принципе, пришли на поединок Считая его главным боем вечера Вот странность, которую увидели все и не поняли, в чем дело Вот здесь вот странность, которая очень меня смутила И только после боя выяснилось Что Станислав Попов вышел на бой с травмой, не залеченной Еще с 7 сентября, когда он ударил в блок Башая Варслана И тогда разбил ногу После этого выступал на первенстве России с травмой Еще там два боя провел И когда я сказал, а почему вы вышли на бой, согласились драться, не сказав мне Он сказал, а я боялся вас подвести Вот это, конечно, было, настолько ребячески выглядело Как раз если бы сказал Станислав Попов о том, что у него травма И мы бы бой перенесли на 2-3 месяца Это было бы правильнее, чем выйти в таком состоянии И от первого же удара свалиться самому на землю Поэтому, конечно, это уже не бой То, что мы сейчас видим Это попытка дать Станиславу хоть какой-то шанс Немножко поработать Левая нога у него разбита Была 7 сентября А правую ногу он разбил на первенстве России в Санкт-Петербурге Да, он выиграл первенство Стал победителем первенства России Среди юношей Только после этого нужно было отдохнуть Профессиональный спорт не шутка Здесь момент, который был Шоком для той молодой девушки Пришедшей на бои Потом она даже немножко заплакала От пережитого Ну, а Станиславу здесь ловить нечего Я думаю, дело даже не в травме Он уже до боя был готов Он понимал, что сделать его ничего не сможет И поэтому сейчас несколько месяцев Мы будем внимательно смотреть за тем, как пройдет лечение Что скажет хирург И только после этого можно говорить о карьере Техническим нокаутом одержал победу Думаю, я буду держать вас в курсе И мы увидим еще бои Братьев Пополох Но только Когда они готовы И мы точно об этом знаем Их менеджер Олег Кудринский Об этом сообщит Официально Вот бои, которые посмотрели сегодня мы Бои, которые прошли в Бангкоке И в Москве Но я с вами на этом прощаюсь С вами был Сергей Заечников Президент профессиональной российской лиги Муай-Тай Всего вам наилучшего До свидания Редактор субтитров А.Семкин